Привет, друзья, с вами Кик. Сегодня будет немножко другое видео. Я поговорю про SpaceX и Ripple, чем они похожи, почему биткоин играет роль аутсайдера и куда все это идет. Смотрите, Илон Маск, когда открыл SpaceX, он вложил свои средства, свои собственные, за которые заработал. Плюс привлек инвесторов, которые тоже были единомышленниками, что нужно изучать космос, идти к Марсу, ну и в будущем колонизировать все это. Но у всех перед ним и ставил один вопрос. Ладно, все супер, но сколько мы будем вкладывать свои деньги все равно? То есть, это нужно решать этот вопрос, да? Мы не говорим про два года, три года. Это проект на десятилетие, и которое нуждается, все время будет нуждаться в миллиардных долларах. И решение SpaceX во главе Илона Маска было то, что нужно партнерские отношения с существующими компаниями, системами, инфраструктурой. А это кто? Это НАСА. Да, НАСА в последние несколько десятилетий то и делает, что большое количество его полетов в космос, это для обслуживания коммерческих спутников, для корпораций, для телевидения, медиа и военных спутников. Но, по сути, они 90% своих средств получают для этого, поэтому и тратят на это. То есть, на 10% они отделяют для исследования космоса. И вот решение SpaceX работать с НАСА, чтобы, как мы видели, да, контракты на несколько миллиардов, и это будет все периодически. В таком случае SpaceX не идет против НАСА. SpaceX работает с НАСА, с нынешней системой. Ракеты у SpaceX лучше. Финансирование у SpaceX нацелено на их исследовательские планы. Но SpaceX свою технологию будет давать НАСА, чтобы НАСА намного меньше тратило для обслуживания всех этих и военных, и коммерческих спутников. То есть, для НАСА существование SpaceX и партнерство SpaceX – это отличное решение для увеличения финансов, для того, для чего они создались исследования космоса. И вот то же самое мы видим с Рыплом. Есть банки, которые, смотрите, банки – это ничем не отличается от магазина. Банк тоже имеет, магазин продает продукты. Для банка, когда вы идете в банк, бьете кредит, кредит – это продукт банка, который он продает вам. И в данном случае Рыпл, система, как подход Рыпла к уже существующим системам, ничем не отличается от подхода, скажем, SpaceX. Что он делает? Он дает усовершенствованную технологию для того, чтобы банки тратили меньше во время перевода. Банк, да, взимает комиссии, но кроме него там есть еще и corresponding banks, которые тоже взимают комиссии. И в конце эта комиссия составляет намного больше. А с помощью Рыпла только этот банк будет брать комиссии. Маркет способность этого банка, конечно же, становится выше, чем у банков, которые не работают с Рыпл. То есть Рыпл не бунтует против существующих чирсистем. SpaceX не говорит, что NASA, вы несколько десятилетий не делаете то, что вы должны делать. SpaceX такое не говорит. Рыпл тоже этого не говорит. Банки, вы отстали, вы должны вообще закрыться. Рыпл говорит, банки, с помощью нашей технологии вы можете дать лучшие продукты для ваших пользователей. Вот в этом не заключается схожесть с SpaceX и Рыпл. Они оба не против существующих систем. Они улучшают их с помощью партнерства и предложения своих продуктов им. И в этом всем место биткоина очень непонятное. Почему? Потому что, во-первых, биткоин, по сути, это бунтовщик нынешней системы, банковской системы. Да, из-за банков, экономические кризисы и все такое. И он бунтовщик этой системы. Но бунтовщики, скажу честно, у них дорога всегда одна. Они становятся аутсайдерами, которых используют для своих каракометражных целях. Никогда бунтовщик-аутсайдер не может иметь долгосрочную перспективу. Такой не было. Ни в какой-либо середе. Такого просто не было. И даже в революциях, когда кто-то бунтует, конец близок. Если кто-то вместо того, чтобы бунтовать, дает решение, которое с существующими системами находит язык. И в таком случае эта система всегда выиграющая. И то же самое с людькими историями. В истории очень много раз, когда вместо того, чтобы бунтовать, они просто решили предложить что-то лучшее. И для противоположной стороны, и для них. И это всегда выигрывало. Так вот, вернемся к биткоину. То, что биткоин аутсайдер. Почему? Потому что он стал аутсайдером из-за медиа, которая и сделала биткоин. Без медиа биткоина бы не было. Медиа сделала биткоином цифровым золотом. С другой стороны, все хотят, чтобы биткоин бил деньгами. Даже такие твиты есть из довольно имененных компаний, что биткоин, это нормально, что он медленный, он проблематичный, скажем так. Это нормально. Физическое золото вообще ужасно, но цифровое золото может быть немножко ужасным. Не надо, чтобы цифровое золото было таким очень быстрым, без комиссий, все такое. Это вообще абсурдно, да? Мы это понимаем. Но это все, почему это делается? Чтобы те боссы, у которых биткоин аутсайдер, бедный аутсайдер биткоин стал марионеткой, эти боссы хотят, чтобы он остался цифровым золотом. А другая сторона хочет, чтобы биткоин был деньгами. Но вот конфликт в том, что биткоин не может бить деньгами, потому что для того, чтобы бить деньгами, нужен стабильный курс. И вот в этом и конфликт целей. А когда технология не имеет целей, не имеет использования. И все, кто идет с конкретными целями, они захватывают рынок. И в этом промежутке биткоин теряет. Смотрите. Fidelity, Grayscale, BlackRock, они все инвестировали в майнинг. И инвестировали в майнинг, начиная с 2015 года. Хотя бы это известно. Сколько стоит биткоин в 2015 году? То есть у них накапливалось очень огромное количество. Тогда, потому что это стоило очень мало денег. Это инвестиции. Это не было и рискованные инвестители этих компаний. И если бы они вот так инвестировали, майнили, и в итоге биткоин вздох, до этого, всего этого не дошел бы биткоин, они не потеряли много денег. Но случилось обратное. То есть то, что биткоин достиг того, что имеет сейчас цену. Многие заинтересованы в том, чтобы делать деньги на биткоине. И вот они должны это все продать. Зная то, что во все это время в рынок вошли и другие технологии. К примеру, XRP цель – деньги. Ethereum цель – децентрализованный финанс, смарт-контракты для токенизации. К примеру, для Ethereum наперед на 10 лет нам не нужно ничего больше, кроме развития децентрализованных финанс и смарт-контракты для токенизации. Для XRP нам не нужно ничего больше, чем переводы с минимальными транзакциями по всему миру и удаление резервов банков. Это очень важно. Почему? Потому что, если, к примеру, хотите открыть платежную систему, вы хотите делать предложение, с помощью которого я могу кому-то отправить деньги. Для этого, вообще-то, нужно так, чтобы человек, если хочет вынятить эти деньги, он должен идти в какой-то банк, и этот банк должен работать с вами, чтобы он там мог обналичить эти средства. Но с помощью Ripple этого уже, вот этого последнего шага не нужно, потому что, если XRP – это деньги, а цель XRP – это новые деньги, вам не нужно поменять XRP на что-то другое. Это всего лишь дело времени, когда везде можно будет оплатить с помощью XRP. Это самая суть идеи использования XRP. Новые деньги. Так вот, рынок для биткоина, если взять биткоин как деньги, то XRP через очень короткое время уже весь рынок возьмет под собой. потому что все финансовые институты, которые и создают этот рынок, они работают с XRP, с Ripple. Со временем все перейдут на XRP. Сейчас XCurrent многие, но еще многие на XRapid. То есть, в этом рынке биткоин не найдет свое полноценное место. А в рынке Digital, как бы его называли, медиа – цифровое золото, в этом рынке есть очень шикотливые вопросы, на которых еще нет ответов. И очень сильные вопросы. Для тебя это может быть цифровое золото, когда ты держишь там 100 долларов, скажу напрямую. А для больших финансов, скажем, на 100 миллионов, чтобы какой-то банк решил, что свои цифровые золото нужно поменять на биткоин, потому что это цифровое золото. Понимаете, сколько гарантий ему нужно насчет цены, насчет стабильности этого блокчей, этой сети. Вы понимаете, если речь идет о 100 миллионах, о миллиардах, какая гарантия должна быть с этой стороны сети? А тут у нас еще проблема даже с майнингами, с китайскими майнерами не решена. То есть это абсурдно на данном случае думать, что биткоин – это цифровое золото уже. Нет. Никак нет. На данный момент это просто слова, волтухи. Но эти слова имеют конкретную цель. Никто не говорит из «Сейчас начнутся все рекламные кампании». От Grayscale уже началось. Продавай золото, купи цифровое золото. От BlackRock, от Fidelity, от всех начнется вот эта массовая реклама. Но тут вы должны четко понимать. Они не продают вам ваше будущее. Они продают их прошлое вам в обертке вашего будущего. Они избавляются от своих рискованных, уже не перспективных проектов. Понимаете? Это очень важно. Вот это самое. И касательно того, что не продаете машину, покупайте биткоин. Не продаете дом, покупайте биткоин. а продаете именно золото, покупайте биткоин. Это совсем другая тема. И это вообще супер. Об этом следующее видео. Увидимся.